Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы порассуждаем с моим гостем о проблемах, может быть, даже и очевидных, преимущественных, того, что связано с социальными сетями. В принципе, мы будем говорить о бизнесе, как он чувствует себя в интернете, потому что это очевидно. 21 век, высокие технологии, естественно, не могут остаться в стороне. Тема сегодняшней программы «Бизнес-интернет. Преимущества и недостатки продвижения в социальных сетях». Ну и традиционно мы попробуем более широко поговорить на эту тему, осветить ее. Я представляю сегодняшнего гостя. Это Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети». Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Ну что ж, в качестве вступления я могу повториться, собственно, да, это уже ни для кого не новость. То есть бизнес активно переходит в интернет сейчас, да. Понятно, что мы живем в 21 веке. Высокие технологии, везде, везде, везде. Общение, новая скорость общения, да, новые реалии какие-то. Как с этой точки зрения чувствует себя этот самый интернет, ну, вот, прежде всего, социальные сети, как они востребованы для бизнеса? Ну, давайте разделять на две части. Социальные сети, безусловно, мешают бизнесу, когда сотрудники компании сидят круглые сутки в Одноклассниках или ВКонтакте. С одной стороны, с другой стороны, социальные сети, безусловно, помогают бизнесу, потому что это новая коммуникационная реальность, это новый интерфейс коммуникации со своими потребителями. Но надо понимать, что, собственно, интернет, социальные сети, это не какое-то там непонятно откуда взявшееся явление, это не какой-то там таинственный монстр, который там пожирает наше время и наши мозги. Это мы с вами, просто мы раньше любили в курилках по телефону долго говорить, а теперь вот людям любим в чате Фейсбука долго сидеть. Вот и все. Собственно, там, социальные сети, это общение людей с людьми, да, ведь вы же когда по телефону говорите, формально в какую-то железную коробку кричите, можно прекрасно понимать, что там человек в той стороне находится. Можно, наверное, даже вспомнить, если говорить о коммуникациях, еще времена до телефона, в частности, до телеграфа, просто когда люди общались друг с другом, непосредственно глядя в глаза, а потом постепенно они все больше, больше друг от друга отдаляются, но тем не менее, все время... Ну, просто в качестве примера, например, там, один из наших клиентов стал, после того, как запустил через нас там коммуникационную компанию, стал спрашивать, откуда вы узнали там о том или ином спецпредложении. И после запуска компании в соцсетях, они зафиксировали большой рост ответов, посоветовали друзья. То есть, на самом деле, это люди не с интернетом, не с социальными сетями разговаривают, они разговаривают с друзьями просто через этот интерфейс. Так вот, поэтому... Извини, пожалуйста. Ну, в качестве опросов подобных, да, очень часто мы сталкиваемся с анкетированием, откуда вы узнали о наших услугах, откуда узнали о нашей компании. Так вот, в качестве вариантов, да, посоветовали друзья или там от друзей, или из интернета. То есть, получается, это разные вещи-то. Ну, на самом деле, ведь мы знаем, что люди отвечают на вопрос, не который у них спрашивает, на который они хотят ответить. И поэтому, когда, например, вот люди отвечают на вопрос, какие вы сайты посещаете, информационные или развлекательные, я бы все это суммировал и делил бы на два. Потому что для одних, вот ваш сайт будет развлекательным, а для кого-то сайт «я плакал» будет информационным. Поэтому здесь, смотря как посмотреть. Есть такой сайт «я плакал». Ну да, я плакал, это очень популярный сайт, там размещаются футожабы самые модные, ролики самые ужасные, там какие-то анекдоты, там полнейшая нецензурщина, но тем не менее довольно популярная. Ну, я плакал в кавычках в таком случае, да, плакал от смеха, видимо. Ну да, но я плакал, это как «выбей тебя об стену, выпей яду», это интернет-жагон, да. Понятно, понятно. Хорошо, ну теперь непосредственно. Собственно, там, про бизнес, да. Когда бизнес понял, что, собственно, социальные сети – это не просто очередное медиа, да, а социальные сети – это канал коммуникации без посредников, к нему стали по-другому относиться, то есть вы не можете просто взять, открыть форточку и орать в окно, покупая нашу колбасу, вас никто не услышит, что нужен билборд или радиостанция или газета. А вот интернет – такая глобальная форточка, в нее можно высунуться и орать все, что угодно, и здесь, по большому счету, происходит конкуренция не канала продвижения товара и услуги, а качества контента. Ну, собственно, когда вот мальчик, блогер плюс 100-500, значит, стал собирать там по 8-12 миллионов просмотров своих там ужасных роликов на Ютьюбе, стало понятно, что средства массовой информации окончательно утратили монополию на распространение информации, да, и телевизор, на который все молились, собственно, уже там, уже не является самым популярным, да, как выясняется, у Яндекса аудитория больше, чем у Первого канала. Поэтому, собственно, что стали делать, первое, что стали делать крупные бренды. Они вначале, к сожалению, стали относиться к соцсетям как к еще одному медиа, да, и использовали его исключительно в качестве рекламной коммуникации. Это такая, я бы сказал, период, там, 8-го, 9-го, 10-го. То есть, становление некое. Да, да, становление. Тогда, в общем, было две блажи. Или платить блогерам, чтобы они писали про тебя хорошо, ну, такой аналог джинсы, да, газетные там или телевизионные, да, либо использовать эти источники просто как место, куда мы запихаем рекламу. Где-то к 2011 году, мне кажется, что, ну, по крайней мере, на рынке телекома уж точно, телекома в этом смысле первопроходится, и там, большая тройка, Билайн, Мегафон и МТС, они первые, собственно, стали активно использовать всесторонние социальные сети. Стало понятно, что, в первую очередь, социальные сети – это про то, что про тебя говорят. Ну, то есть, принципиально, там, мониторинг в соцсетях и исследования социальных сетей отличается от газетного мониторинга тем, что это мониторинг реального общественного мнения, и он ближе, с точки зрения методологического, даже, к опросу общественного мнения. Только вы не спрашиваете у людей, как в ЦОМ, например, за кого вы проголосовали, а вы как будто бы подслушиваете, за кого люди хотели бы проголосовать в это воскресенье, или там, как они относятся к тем или иным событиям. И, собственно, именно из этого, вот именно из этой массы людских откликов, в первую очередь, телеком-бренды стали черпать информацию о том, что о них думают их потребители. И, собственно, это то, с чего началось вхождение большого бизнеса в соцсети. То есть, правильно сказать, что эти телеком-бренды, как ты их называешь, это некие пионеры вот именно этого направления. Ну, формально самым первым был Мегафон, затем МТС, потом Билайн. Но, условно говоря, к концу 2011 года, к началу 2012, вся большая тройка, в общем, работает, ну, покрывает близко к 100% всех интернет-коммуникаций, всех коммуникаций в соцсетях. То есть, в общем, вы можете быть уверены, что если вы написали, что у меня там не работает Мегафон, Билайн или МТС, там в течение какого-то совершенно разумного срока времени к вам придут представители и постараются эту проблему решать. А где мне надо написать это? Где угодно. Ну, вот где угодно, да, ну вот... Ну, где угодно, то есть в социальной сети. Это может быть Twitter, это может быть пост ВКонтакте, это может быть сообщение в Фейсбуке, это может быть в ЖЖ, это может быть на каком-то форуме, это может быть на сайте Я Плакал уже упомянул там, это может быть на сайте Финам.фм. То есть, в принципе, там близко к 100%, то есть нельзя, конечно, утверждать про 100%, но близко к 100% это мониторится в онлайне, и онлайне представители бренда вступают с тобой в коммуникацию, чтобы выйти в чем твоя проблема. Ну, здесь интересно, а технически как это происходит? Ведь наверняка представители, ну, одной из компаний, о которых мы сегодня говорим, наверняка у них нет возможности просматривать огромное количество сайтов, да, на предмет того, что появится... Вот этим занимается агентство вроде моего и мне подобных, да. Нет, ну, на самом деле главная проблема подобного мониторинга в том, что отсутствуют реально полноценные автоматические системы, потому что машина не понимает сарказм, машина не понимает... Только в 20% случаев машина корректно определяет тональность. Ну, машина может ведь определить, что вот упомянули мою компанию, да? Да, верно, 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 да. И, значит, вот как он в сутки, сколько появляется сообщений о рынке сотовой связи? Я боюсь предполагать. Ну, давай я сейчас так, знаешь, широко взмахну рукой. Миллион. Ну, нет, конечно. Миллион, извини, пожалуйста. Ты меня провоцировал. 10 тысяч. Нет, ну, тем не менее, 10 тысяч. Люди пишут, значит, ваш дурацкий патефон нифига не работает. Это он про что говорит? Это он говорит про патефон бабушки, которая не работает? Или он так обозвал компанию, и машина не способна понять, что это относится к какому-то бренду? А кто поймет это? Поймет человек. Или там полосатый оператор снова меня подвел. Ну, вот это как, да? Поэтому, конечно, это смесь машинного и такого совершенно рабского студенческого труда. То есть, ну, вот я могу сказать, что на упомянутом уже мегафоне у нас на группе мониторинга порядка 14 человек. Они там в разных часовых поясах находятся. Они, собственно, там... Понятно, что это довольно низкоквалифицированный труд, прямо скажем. Но, тем не менее, к сожалению... Просто найти упоминание, да? Нет, нет. Хоть, наверное, машина, человек должен прочитать и понять, это спам или это сообщение оригинальное, это позитивно или это нейтрально. Ах, как классно, сегодня у меня работает телефон, пишет человек. Понятно, что это может быть издевка, да? Вот. Понять, отмаркировать и дальше уже, собственно, отправить это редактор, редактор все это сведет. В общем, это абсолютно индустрия, скажу вам. То есть здесь, когда обычно говорят в интернет-коммуникации, все говорят, ой, как много креатива, значит, позитива и так далее. Креатив-позитив, это тоже есть, но его не очень много. Подобная работа, подобная работа такая серьезная, ежедневная, очень скучная, за нее не дают там всяких золотых глобусов, значит, и хрустальных меркуриев. Но это то, с чего, как мне кажется, надо начинать, и с этого кампании стали начинать, собственно. И услуга эта востребована, да, насколько я понимаю? Значит, я думаю, что это чуть ли не единственная услуга, которая честно мерится, потому что там каждая вторая конференция, посвященная интернет-коммуникациям, и в частности, коммуникациям в соцсетях, начинается с разговоров, ну, докажите, что это все не мыльный пузырь. Ну, да. Что это все работает. Да, что это все работает. Пожалуй, мониторинг, отработка жалоб, ну, такая кастомеркея, да, пожалуй, это то, что действительно можно как-то измерять, потому что здесь очень простое измерение, после того, как я начал работать и отвечать на жалобы, стало жалоб меньше, стало позитивных сообщений больше. Вот там считается, что если после начала кампании через 3-4 месяца у вас количество позитивных и нейтральных сообщений составит 75%, количество негативных 25%, ну, это как будто бы оценка отлично. Ну, изначально было, например, там... 50 на 50. Ну, 50 на 50. Ситуация какая? Люди вообще, в принципе, не склонны писать позитивные открыты. Да, если у вас все хорошо, вы не будете жаловаться на сотовую связь или на какой-то девайс. Но как только у вас, не дай бог, пропала связь, вы тут же об этом сообщите, как связь появится в Твиттере, например. Поэтому довести ситуацию до 90% позитива невозможно, очевидно. Но вот как-то сбить негатив до 20%, может быть, 15%, это вполне решаемая задача. И это то, что может быть KPI, это то, что может быть основанием для того, чтобы компанию считать удачным. Все остальное, это, конечно, немножко алхимия. Ну, вообще, да, если так уж говорить об интернете, и я думаю, что для большинства тех, кто им пользуется, все равно интернет это все-таки некая алхимия. Хотя кнопки-то мы все... Ну, там же какие-то маленькие гномики бегают и что-то делают. Да, никто физику процессов даваться не хочет. Хорошо, хорошо. Сейчас мы слушаем новости на Финам.фм, да? А потом продолжаем этот разговор. Итак, добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. На Финам.фм программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему социальных сетей, как бизнес чувствует себя в интернете, собственно, он там делает. В гостях у меня Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети». Денис, ну, если можно, теперь давай в деталях еще раз поговорим или, может быть, более подробно поговорим о том, каковы применения бизнеса в социальных сетях, для чего ему он нужен. Окей, да, еще раз добрый вечер, да, значит, тем, кто присоединился сейчас. Собственно, ну, я бы разделил это на три-четыре направления. То есть первое большое направление, то, о чем мы говорили вот в первом блоке нашей программы, это, собственно, мониторинг и работа с общественным мнением в интернете. Это то, с чего надо начинать и то, что кажется, уже почти все крупные бренды освоили. Второе – это создание, условно говоря, там такая проактивная позиция, создание иных каналов, иных интерфейсов коммуникации с брендом, да. То есть раньше считалось, что человек должен прийти в группу на Facebook, потом, значит, почитать, там новости, значит, обрадоваться и пойти на сайт компании, и вот на сайте компании человеку расскажут, как покупать колбасу, значит, и любить его мобильную связь. Ну, на самом деле, это работало, повторюсь, там, в восьмом, в девятом году, может быть, и может еще до этого. Сейчас, очевидно, социальные сети – это равноценно сайту прямой канал коммуникации с брендом. То есть, грубо говоря, если у тебя сайт не является интернет-магазином, то, что не устоит повторить для наших клиентов, вам не нужен трафик на сайт. Если прямо на странице в Фейсбуке можете объяснить ему, что он должен купить вашу колбасу, ваш мобильный телефон или что-то еще, так прямо там объясняйте. Пусть он прямо, обчитавшись в Фейсбуке, идет в магазин, а не идет на сайт. Сайт в том смысле ненужный посредник. И те компании, которые считают, что у нас, может быть, там в Фейсбуке, например, или в Твиттере не очень большая аудитория, должны понимать, что через 10-15 лет у нас появятся бабушки и дедушки, для которых интернет был всегда. А там через 20-25 лет появятся бабушки и дедушки, для которых Твиттер был всегда. И которые не представляют себе. Да, и поэтому компания, которая мыслит горизонтом 2-3 года, ну может на самом деле, наверное, плевать на эту коммуникационную платформу. Понятно, что пока сайты, да понятно, что пока газета «Вестник здорового образа жизни», прекрасный канал коммуникации, значит, там с тиражом в 10 миллионов экземпляров. Но через 10-15 лет вот эта небольшая группка станет, собственно, основной. И поэтому те компании, которые думают там в горизонте 10-15-20 или 50 лет, конечно, не могут этот канал игнорировать. И чем раньше они туда придут, чем раньше они научатся там разговаривать на понятном и внятном языке, тем лучше. В данном случае вот то, о чем ты говоришь, это по сути регистрация в одной из социальных сетей свою страницу просто. Как мы с тобой зарегистрировали, так и компания зарегистрировала. Ну 20 лет назад компании говорили, вот мы торгуем лесом, зачем нам нужен сайт? Сейчас можешь представить себе какую-нибудь палатку по торговлю шаурмой без сайта? Не могу себе такое представить. Сайты самые корявые, самые ужасные есть у всех. То есть сейчас представить компанию, у которой нет сайта, потому что она консервативная. Ну Газпрому зачем сайт, казалось бы, да? Ну вот, но надо, да? Вот ровно то же самое с Фейсбуком, с Контактом, ну в случае с Россией, конечно, Контакт, главная социальная сеть, это объективно. То же самое там с Твиттером или с Одноклассниками. Надо просто понять, где твоя аудитория находится и в той сети заводить группу. Если так случилось, что ты какой-нибудь там, не знаю, энергетический напиток или какая-нибудь там газировка, ну, наверное, ты можешь быть везде, да? И, наверное, там, то там первый шаг, понять, где твоя аудитория и там ее тусовать, что называется. То есть ты изначально ориентируешься все-таки на нее? Ну, конечно, нет. Во-первых, конечно, в соцсетях приходится объять необъятное. Несмотря на то, что это невозможно, да, как нас учат, значит, Кожьма Протков, тем не менее, это надо, к сожалению, там сделать. Потому что... Или попытку, как минимум, да? Ну да, опять же, возвращаясь к разговору про мониторинг, очень часто, когда компании начинают отрабатывать жалобы в интернете, их становится не меньше, а больше. Потому что люди просто поняли, что там можно жаловаться. Не нужно висеть там на линии 20 минут слушать музыку, да, можно написать там в Твиттер, и те через 15 минут придут, ну или даже не через 15 минут, но, по крайней мере... Ну, главная реакция это будет, да? Да, 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 потом все это случится. Это вот такой второй большой блок после мониторинга это создание вот этих собственных интерфейсов. Третий блок, это, конечно, внутренние коммуникации, и сейчас все больше проходят конференции на тему, можно ли использовать социальные сети для внутрикорпоративных вопросов, для работы внутри, это, ну, кроме премии, естественно, да, значит, там газета, в которой там рассказываются корпоративные ценности, публикуется корпоративный гимн, который нужно петь по утрам, потом стали появляться корпоративные телеканалы, сейчас мода на внутрикорпоративные социальные сети или интернет, да? И здесь задача стать, как я это называю, однокласснее одноклассников. То есть надо заставить человека не пытаться там правдами-неправдами с помощью знакомого с админа обойти, значит, там, запрет и залезть в одноклассники посреди работы, а нужно создать такой ресурс, социальные сети. А с другой стороны, аккумулировать бурную энергию вот этих товарищей на благо корпорации. Не, ну, здесь... Придумывают и так далее. Ну, здесь в любом случае, если не парадокс, то некое ограничение, да? Мальчики знакомятся с девочками, если с этой точки зрения рассуждать, то одноклассники — это попытка объять огромное количество людей, да? В этой социальной сети. Но одноклассники — это сайт знакомств, да? То есть все должны надавать себе отчет, что, ну, по крайней мере, там, такие массовые социальные сети — это сайты знакомств. Просто одноклассники, в отличие от, там, обычного сайта знакомств, вот эту такую, может быть, идею, которая кого-то может засмущать, там, что же, и что же я такой неудачник, что-то не могу познакомиться с девушкой на улице, мне нужен сайт знакомств, что ли, идти, да? Они эту идею упаковали в такую красивую историю на дисплеях своих старых друзей. Все нашли старых друзей за первые 15 минут. А дальше, привет, как дела, оценки, семьи разрушаются, сдаются и так далее. У друга еще один есть друг, да, это друг меня уже. Ну, как, собственно, там, смешная история, когда Павлу Дурову, создателю ВКонтакте, написали на его странице какой-то там возбужденный, знаю, пользователь. Павел, спасибо, с помощью вашей сети, значит, я создал свою семью, я нашел свою жену, значит, на что он ему прокомментировал, с помощью этой сети ты ее и потеряешь. Ну, как бы, вот, смех смехом. Это у нее есть логика, конечно. Да, смех смехом, но факт остается фактом. Мы об этом тоже поговорим, ведь есть, да, некая зависимость от вот этого, этой истории, нахождения постоянного в социальной сети. Да, конечно. Но чистая психология, здесь, в общем, мало интернета, здесь социальная психология. Так вот, как бы, третий блок, это, собственно, внутрикорпоративные вопросы, и четвертый блок, это, конечно, информационная безопасность, потому что надо понимать, что если какие информационные войны сейчас и случаются, то они, конечно, случаются, в первую очередь, в интернете, потому что вбросить там негативную информацию или пусть даже правдивую информацию, но не самую, я бы так сказал... Приятную. Да, приятную, да, наверное, такой правильный термин применить, конечно, проще через интернет, вернее, через социальные сети. Ну, что и происходит. Ну, да, да, поэтому там сейчас вот просто 100% всех негативных компаний, которые там те или иные компании против друг друга ведут, начинаются, конечно... Компания в смысле действия. Да, компания через А против... Вернее, компания через О ведет компанию через А против компании через О. Да, значит, некие, да, пиар-проекты, значит, против тех или иных брендов. Вот, понятно, что все начинается в интернете, и в этом смысле это серьезная проблема, Потому что очень многие пиарщики привыкли, что с журналистами можно договориться. Когда ты знаешь 20 журналистов, с ними можешь о чем-то договориться. Купить их, заблокировать и так далее. Понятно, что не хочешь никого показывать пальцем. В общем, это не очень сложная коммуникация до сих пор в России. Как только все это вылилось в интернет-социальные сети, стало понятно, что 40 миллионов им пользователей, ты ни о чем не договоришься. И кэш Яндекса помнит все. Единственное, что можно сделать, это попытаться каким-то образом вот этот негатив демпфировать, пытаться его убирать. Но до конца ты ничего не уберешь. А каким образом? Ну, единственные на сегодняшний день серьезные репутационные инструменты по корректировке информационного поля в интернете, это, конечно, поисковая оптимизация. Когда ты набираешь там фамилию Пупкин, у тебя вываливается на него на первой странице 25 негативных сообщений. Вот тебе нужно создать 125 сообщений, сделать их настолько популярными, чтобы они в поисковой выдаче выдавили негативные сообщения. Но сами негативные сообщения ты не уберешь никогда. Они могут уйти там на 25-ю страницу, на 125-ю страницу, но они все равно там останутся. А это сам Пупкин делает? Ну, в смысле, или кто-то его представитель? Ну, какие-то специально обученные люди, значит, да, мы их знаем. То есть они таким образом борются за его репутацию, по сути? Да, ну, это один пласт. Второй пласт, это попытка, условно говоря, вот в тех же самых форумах и блогах, где идет обсуждение, какой Пупкин негодяй, сделать так, чтобы сторонников Пупкина было, по крайней мере, не меньше, чем противников. Причем надо понимать, что противники, они же во многом иногда искренне ругают Пупкина, а сторонники, скорее всего, за деньги это делают. Да, поэтому это такая история, в общем, каждый раз неоднозначная. А попытка ввести цензуру в интернете связана как-то вот именно с этим? С огульной, ну, возможности огульной там кого-то? Есть совершенно поразительная цифра, которую давал Яндекс в декабре прошлого года, когда были самые серьезные волнения в Москве, Болотная площадь и так далее. Вот есть гипотеза, сколько процентов людей интересовалось и обсуждало эти события от общего числа, от общих 11 миллионов сообщений в сутки, которые в этот день были? Опять вопрос о мне, и ты же это не от цифры. Ну, давай, я сейчас буду скромнее. В процентах, процентах. В процентах от 11, ну, даже не важно, ну, процентов 10. 0,1 процент, утверждает Яндекс. Ну, потому что есть такая замечательная картинка, которая гуляет по Фейсбуку, что контент, значит, социальных сетей, 80% это котики, 10% другие... Расшифруйте. Ну, котики. Ну, кошка, кошка, животный. Животный кот, животный кот, да. То есть 80% контента это котики, значит, 10% другие животные. И что там остается? 5% за Путина, 5% против Путина. Вот про это люди говорят. Нет. Просто дело в том, что наши френд-ленты, людей, которых там во френд-лентах много журналистов, много общественников, которые живут в крупных городах, они немножко представляют нам искаженную картину мира. Нам кажется, что... Сознательно они это делают? Как сознательно? Ну, это вот наши друзья. Вот сколько у тебя друзей на Фейсбуке? Человек 200, по-моему. Ну, человек 200. У меня так случилось 3000. Но это не меняет картину. В моих 3000, в твоих 200, примерно одинаковое количество людей, которые ходили на Болотную, могли ходить на Болотную, разделяют идеи Болотной. Но это не имеет никакого отношения к тому, что происходит реально в мире. Мы сейчас в ЦИОМ запустили довольно интересное совместное исследование. ЦИОМ с нами делится теми вопросами, которые они хотят задавать людям. И мы по этим вопросам мониторим интернет. И потом сравним, что отвечают люди на вопросы в ЦИОМа. Как вы относитесь к тем или иным политикам, или как вы относитесь к тем или иным событиям и процессам. И мы сравним с тем, что об этом говорят в интернете обычные пользователи в соцсетях. Знаете, иногда вообще не совпадает, а иногда совпадает абсолютно. Вот, например, в ситуации по Норд-Осту, и обычные граждане, не пользователи интернета, примерно одинаково оценивали действия власти. Я не помню, честно говоря, что там результаты этих данных. Но они сильно совпадали. А вот, например, по отношению к некоторым политикам, ситуация диаметрально противоположная. Понятно, как относятся к Навальному в интернете. И понятно, что Навального никто не знает в реальной жизни. Вернее, знает, но скорее знает негативно. То есть ситуация здесь диаметрально противоположная. Вот, поэтому надо... И это, извини, вот эта разница, в частности, или, наоборот, совпадение взглядов, это заслуга, ну, в кавычках или без кавычек, интернета прежде всего. Ну, конечно, потому что здесь можно сразу... Ведь в ЦИОМ он проводит, ну, так назовем, стандартные коммуникационные какие-то действия, да? Он там обзванивает или предлагает анкету заполнить, да? Да, совершенно верно. А здесь некая другая... Ну, то есть надо понимать, что в ЦИОМ опрашивают как бы всех, пользуясь там различными социологическими инструментами, а мы читаем только тех, кто сознательно пишет. Поэтому понятно, что эти цифры, конечно, на них можно смотреть в сравнении, но с оговоркой, что это не совсем аудитория интернета, это наиболее активная... Это активная аудитория, которая своё, собственно, мнение какое-то. А, в принципе, любая социальная группа, даже не говоря об интернете, да, неважно при каком количестве, есть небольшая часть активной этой группы, правильно? И в том случае и в интернете. Ну, конечно. Не, ну, в этом смысле, там, Константин, наверное, совершенно поразительную вещь там сказал в одном из последних интервью, о том, что, не знаю, там, 10-15 лет назад позвонить на радио, это было что-то невозможное, да? И письма в редакцию писали только там неуравновешенные люди. А сейчас каждый человек считает нужным обязательно в Твиттере сообщить, что он думает по поводу того, что сказал радио-ведущий 3 минуты назад, да? Или там тут же прокомментировать какую-то газетную публикацию, да? Поэтому, в общем, людям сейчас больше есть что сказать, что называется. С одной стороны. А с другой стороны, вот эта доступность, да, она и показывает некую... Ну, она, безусловно, девальвирует эту ситуацию, да, конечно. Ну, потому что раньше ты сидел там долго и думал, что тебе написать на бумажке, а сейчас там брякнул и по барабану. И всё, я на готово. Очень интересно. Мы ещё раз послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ещё раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. И мы продолжаем сегодняшний разговор. Прежде всего, ещё раз напомню, в студии Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети». А обсуждаем мы тему бизнеса и интернет. Как эти вещи взаимосвязаны, как один другому помогает. Ну, естественно, не прошло мимо нашего внимания. И такая замечательная история, как «Социальные сети». Денис, у меня в связи с этим вопрос, хотя, наверное, ответ на него очевиден. Откуда к нам пришла вот эта вот страсть социальных сетей? Я думаю, что здесь истоки-то, в общем, не в интернете, а истоки в нашей такой российско-советской традиции сидеть на кухне и тереть. Вот мы любили сидеть на кухне, рассказывать политические анекдоты. Бабушки любили сидеть на скамеечке и обсуждать там, кто живёт в подъезде. А потом выяснилось, что есть такая глобальная скамеечка. Для бабушек это одноклассники, а для мальчиков и девочек это ВКонтакте. И они там прекрасно сидят и трут. Вот я с радостью рассказываю эту мою любимую историю, про то, как я на протяжении последних нескольких лет ставлю бесчеловечный социальный эксперимент над своей немолодой мамой и её пожилой сестрой. Маме 64 года, тёте Любе 75 исполнилось. Я и то, и другое купил компьютер и не стал ничего им рассказывать. То есть просто вот... Ну вот, держи. Подарил. Вот, держи. Ну какой сайт был первым, очевидно, да, ответ на этот вопрос? Ну, одноклассники. Ну, видимо, да. Не, ну формально первым был Mail.ru, потому что нужно было завести электронную почту, а как бы... В этом-то ты им помог хотя бы? Нет, 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 нет. То есть они сами справились? У знакомых спрашивают. А, всё-таки. Так, а в этом суть эксперимента. Вот, то есть, условно говоря, на сегодняшний день, вообще, кстати, в этом смысле iPad совершил самую главную революцию, потому что iPad, как девайс, нужен самым продвинутым и самым непродвинутым, да, потому что... И я наблюдаю теперь, значит, больших начальников, которые все понабрали iPad, значит, привыкли нажимать там, значит, в одну кнопку, она всё закрывает. После этого они стали считать себя очень продвинутыми. И потом ты приходишь им показывать что-то, а с компьютером-то они по-прежнему, значит, очень сильно новы, да, и они вот... И они пытаются найти на компьютере эту одну кнопку, которую нажать, чтобы всё закрылось или открылось. В этом смысле, конечно, там, современные социальные сети, в первую очередь, одноклассники, они совершили, ну, просто колоссальную такую социальную революцию. Они привели в интернет наших пожилых родителей, наших бабушек и дедушек. И во многом благодаря именно этому, как мне кажется, к интернету стали относиться как к чему-то серьёзному, не как к развлечению для мальчиков и девочек 18 лет. Ну, как минимум положительная всё-таки у него какая-то оценка появилась, потому что раньше-то, да, всегда видели только негатив. Да, поэтому, вот, собственно, как бы возвращаясь к вопросу о том, откуда социальные сети... Откуда взялось-то, да? Ну, значит, социальные сети, мне кажется, родились, в общем, из форумов, родились, условно говоря, блоги. Причём, в принципе, отличие форума от блога. Потому что в форуме блоги жизнь течёт абсолютно линейно. Я, значит, вчера сходил в кино, сегодня поел, значит, а завтра я снова скажу в кино. А в форуме жизнь течёт, там, условно говоря, в зависимости от той темы, которая важна на данный момент. Там может обсуждаться то, что та ветка, которая была заведена кем-то, там, 10 лет назад, а то, что было написано вчера, это никем не обсуждается, потому что никому не интересует. То есть блоги родились из форумов, как ваше такое маленькое средство массовой информации. А, собственно, социальные сети, мне кажется, разделились из сайтов знакомств, конечно. То есть изначально это была просто потом всё это превратилось в историю чуть более широкую, когда люди не скрывают своих имён, когда люди уже коммуницируют напрямую. Дальше стали появляться там нишевые профессиональные сети, например, там, LinkedIn глобальная сеть и профессионалы.ру, российский её аналог. И когда люди уже поняли, что это не только развлечение, но ещё инструмент для краудсорсинга, для какой-то совместной работы. Ну и в данном случае Facebook как некая квинтэссенция всего того, чего человеку нужно. Опять же, там, любимая цитата из Сахарного Кремля, Сорокина. Русскому человеку для жизни нужно два сорта колбасы, два сорта хлеба, значит, повидло и варенье. Вот, то же самое там. Людям нужно очень мало сайтов, людям нужно очень мало коммуникационных инструментов. Главное, чтобы это всё было удобно, и там были все его друзья. И под рукой, что называется. Да, да, да. И ещё, если можно, всё, одна кнопка включалась-выключалась. Вообще идеально, да. Всегда так. Ну, ты упомянул Facebook, мы сегодня говорили о наших аналогах, да, одноклассники, ВКонтакте. Они друг к другу как-то связаны. Ну, я имею в виду, один из другого вытекает всё же, да, если мы говорим, что всё, ну, и в большинстве случаев, да, всё революционное, всё новое к нам приходит с Запада. Вот можно ли так сказать, что Facebook сначала, а потом с Facebook начали срисовывать одноклассники, ВКонтакте? Ну, на самом деле, как бы и да, и нет, потому что, конечно, просто удачным клонированием идеи Facebook нельзя назвать 100 миллионов пользователей ВКонтакта. Конечно, ВКонтакт — это такое российское самодостаточное явление. И одна из ключевых, мне кажется, отличий ВКонтакта от ВКонтакта — то, что там можно смотреть видео и слушать аудио в неограниченном количестве. И, конечно, для очень многих людей ВКонтакт является в первую очередь такой вот файлохранилкой, местом, где они знакомятся с мультимедиа-контентом, с кино, с музыкой и так далее. Ну и, кроме всего прочего, конечно, благодаря этому, мне кажется, что на сегодняшний день аудитория 12-20 просто в 100% находится ВКонтакте. И понятно, что это, что когда человек приходит, они, не знаю, из одной школы в другую переходят, первое, что у него должны спросить его одноклассники, это страница ВКонтакте. Мы знаем массу примеров, когда учителя ученикам дают задания через ВКонтакт. Это тоже такой уже элемент елёнинга получается, электронного образования. То есть это абсолютно такая для молодёжной аудитории параллельная реальность. Надо понимать, что люди растут, и, в общем, уже там, наверное, полпоколения это точно при ВКонтакте где-то прошло. Выросло, да. Понимаешь, что для них ВКонтакт был всегда, и в этом смысле им нет нужды уходить на другую площадку. Фейсбук в первую очередь привлёк тех людей, у которых были зарубежные друзья, которые, может быть, немножко по-снопски не хотели общаться с аудиторией ВКонтакта, то есть мы такие тут все элитарные. И поэтому вопрос выбора площадки обусловлен неудобностью площадки в первую очередь, а скорее кругом интересантов. Где находятся твои друзья, где-то круг общения. Некоторые вынуждены сразу сидеть в трёх сетях с недалёкими одноклассницами, но симпатичными в одноклассниках, с какими-то коллегами по работе такими высоколобами в Фейсбуке, ну и с какими-то школьными друзьями ВКонтакте. То есть многие вынуждены жить там сразу три жизни, но, впрочем, в общем, по-моему, это никого не останавливает. Ну это да, наверное, технология не так сложная, хотя, с другой стороны, может быть, было бы логично, если как-то это дело объединить. Вообще может быть такое, просто гипотетически. Но я не говорю, что кто-то, да, один самый крутой выкупит всех остальных и сделает... Ну это да, конечно, да. Если там какая-нибудь сделка оля Роснефть Би-Пи, конечно, будет... Во-во-во-во-да-да. То приедет опять Цукерберг, скажет, ну всё, ребят, я вас всех покупаю. Ну тут же вопрос, хотят ли все продаваться, да, потому что мне кажется, что те люди, которые стали делать бизнес на интернете, они там, ну по психотипу сильно отличаются от тех людей, которые делали бизнес в так называемом реальном секторе экономики, да. Это люди, которые скорее мыслят не категориями... Прибыли. Не категориями, я сказал, операционной прибыли, сколько категориями своего позиционирования, да, потому что вообще в Фейсбуке довольно плохой бизнес, надо понимать прекрасно, что там соотношение, там, прибыли к капитализации что-то один к ста примерно в Фейсбуке. То есть, грубо говоря, Фейсбук сто лет будет окупаться. Вообще, мне кажется, кроме... Недавнее IPO это показало, да? Да, я, собственно, и говорю. То есть, что это за такой бизнес, который будет сто лет окупаться? Ну, наверное, там, Христианская церковь может быть таким бизнесом, который окупается столетиями. Но вряд ли это какой-то сайт. То есть, денег, традиционных инвестиций, конечно, это... А ведь бизнес, он весь про деньги. Но для вот этих людей, для стартап-менеджеров, которые занимаются социальными сетями, у них бизнес не про деньги, как выясняется. И поэтому, конечно, здесь вариант, что придет один с мешком денег и всех купит, я в него слабо верю. Кстати, вот ты упомянул краудсорсинг, правильно? Да, да. Вот это вот новая опять вещь, связанная и с социальными сетями прежде всего, ну, и с интернетом как таковым. Вот я был недавно на конференции, когда приезжал Брэнсон, Ричард Брэнсон знаменитый. А до этого были некие там... Предшествующие его выступлению, были некие бизнес-встречи, где молодежь, как правило, ну, или не очень молодые, предлагали свои новые видения, вот как раз с точки зрения инвестиций. И одна из секций была посвящена вот этой идее краудсорсинг. И там я для себя неожиданно услышал вот то, о чем сейчас ты говоришь. То есть, вроде бы, мы говорили относительно новых инвестиционных продуктов. При этом главное, да, когда сейчас мы традиционными инвестициями занимаемся, мы смотрим на то, да, какая доходность, какие риски, да, технологические какие-то вещи. А там я впервые, наверное, услышал, что люди, которые рассматривают инвестиции вот в этом новом сегменте, они еще и говорят о самоутверждении неком, то есть о некой своей социальной значимости, что ли, внутри бизнеса. Я хотел это назвать модой. Давай, назови. То есть мне кажется, что это, конечно, больше мода, да, потому что, ну вот, конечно, всем нравится инвестировать в то, что ему лично нравится, да, вот у всех есть вот аппаратик, все его в руках, значит, крутят, значит, известной компанией Apple, да, и всем, конечно, хочется инвестировать туда, туда, где модно, да. И я думаю, что здесь вопрос самоутверждения, безусловно, для стартаперов, для тех людей, кто это организует, но для тех, кто в них кладывает деньги, это скорее вопрос моды или это спекулятивные инвестиции. Потому что, конечно, там... Ну, мода именно вот на эту новую форму инвестиций, мода, не на что мода. Мне кажется, сейчас есть большая мода вообще на венчурные инвестиции. Ну, то есть это как бы, это по сути, по сути фактически такое инвестиционное казино, да, то есть где нет вообще, где очень слабо поддаются какой-то бизнес-логике тот или иной продукт, потому что там, я очень часто общаюсь с молодыми там ребятами-стартаперами, которые приходят там или показать свой продукт, просто, ну, там, в качестве фокус-группы меня используют или рассказывают, или там обращаются ко мне с просьбой помочь на тим инвестора, ну, в общем, 9 из 10 этих проектов я бы, как инвестор бы, даже рассматривать не стал бы. Но, тем не менее, многие из них, в общем, там, вынуждены с грустью в голову сказать, живут лучше меня, потому что... Ну, просто потому что они моднее, потому что они моднее, поэтому в них никакой не инвестируют. То есть я как потенциальный инвестор, да, не буду вот классически, да, рассматривать риски, доходности, там, еще какие-то вещи, да, я буду говорить, о, вот это модно, вот это круто сейчас. Ну, или, окей, я вложил сейчас там какие-нибудь, там, 3 миллиона долларов, значит, из которых 2 миллиона долларов, значит, эти мальчики и девочки потратят на зарплату, еще один миллион долларов я им, скорее всего, не додам, или они их там как-нибудь потратят еще не менее глупо, но потом я вот эту историю за 3 миллиона долларов перепродам какому-нибудь западному фонду за 100 миллионов долларов, да. То есть сейчас я совершу совершенно нелогичную с точки зрения бизнес-логики операцию, но я капитализирую этот модный бизнес, который потом перепродам на Запад еще дороже. Ну, это такая дальновидная спекулянция, я бы даже назвал. Я думаю, что две трети, если не три четверти, если вообще не восемь девятых венчурных инвесторов в России, по-моему, только ради этого все и организуют. Согласен с тобой. Хорошо, давайте продолжим. Значит, мы упомянули или поговорили о взаимосвязи наших отечественных социальных сетей. Ну, меня очень интересовала взаимосвязь в том плане, что кто первый, кто второй, откуда все это дело прошло. Ну, я так понимаю, Денис, что нет у нас прямой следственной, что называется, причины следственной связи. Сначала там, потом здесь. Я бы сказал, что западные интернет-компании вдохновляли российские компании, но, безусловно, в общем, букв 33, нот 7, значит, и, как поет Борис Борисович Кривенщиков, если тебе не нравится, как я излагаю, купи убог копирайт на русский язык. Вот, поэтому, чей тут копирайт, черт его знает. Сложно сказать, да, ну, и, на самом деле, может, это не самое главное. Хорошо, значит, в этом же случае, с этой точки зрения, да, мы, два слова буквально, если получится, направление развития вот этого бизнеса, ну, с точки зрения социальных сетей, они схожи, или все-таки ментальность некая, поскольку мы говорим о социуме прежде всего, она делает, так сказать, разные векторы выстраивания. Российские и западные. Российские и западные, да. Нет, ну, конечно, как нас учит фильм «Социальная сеть» про создание Фейсбука, все это ради того, чтобы мальчики знакомились с девочками. Конечно, в основном это котики и знакомства. Продажа колбасы, бизнес в социальных сетях, в общем, объеме контента, это какие-то единицы процентов. Политика и все эти арабские весны, в общем, это, наверное, десятые доли процента. Просто это самые активные люди, это вот трендсеттеры, люди, которые сдают моду на все эти вещи. Понятно, что они звучат ярче, но в общем объеме их не так много, и поэтому основной тренд, и мировой, и российский, это, конечно, просто общение ради общения. То есть общение ведь не может быть, общение это ведь процесс, а не результат. Но в социальных сетях общение это результат, люди приходят общаться, чтобы общаться. Согласен. То есть в этом случае мы говорим, что тренды у нас примерно одинаковые, да? Хорошо. Хорошо. Если можно еще раз поподробнее расскажи, пожалуйста, для бизнеса как такового применения в бизнесе социальных сетей, ну, помимо того, что это возможность найти целевую аудиторию, это возможность некую рекламную кампанию провести, это еще что-то. В общем, меня заинтересовала как раз вот эта вот идея создания бизнес-сети внутри компании. Ну, собственно, это, еще раз повторюсь, попытка отвлечь сотрудников от классических социальных сетей и всю их энергию, которую они тратят на глупости, пустить на какие-то полезные для компании вещи. Собственно, для чего могут быть использованы внутрикорпоративные социальные сети. Кроме того, что люди знакомятся и люди общаются там, и это там снимает некоторое напряжение, это еще и инструмент, собственно, упомянутого краудсорсинга, это банки идей, когда предлагают какую-то идею додумать. Это обязательно большие компании должны быть? Ну, просто у маленьких компаний, если такие вещи и возникают, то скорее по фану и скорее всего они эти вещи решат в рамках какой-то закрытой группы в одной из социальных сетей. Вот, например, там у нас в агентстве 80 человек физически в офисе сидит, и еще примерно столько же сидит по разным другим городам и весям нашей необъятной родины. Вот мы как-то довольствуемся закрытой группой в Фейсбуке, нам этого хватает. А вот у компании МТС, вернее даже у МТС ритейла, у них там несколько десятков тысяч сотрудников в разных городах, да, и в основном это молодежь, пользователи контакта. Вот они для этого построили свою собственную социальную сеть, где они их знакомят, где они там за лучшую идею предлагают какой-нибудь там бейджик, значит, медальку виртуальную там на фотографию повесить, где они пишут там какое-то творчество, где они, опять же, дают реальные денежные, насколько я понимаю, призы за самую лучшую идею. В общем, для них это уже вполне реальный HR-инструмент. Сейчас давайте еще раз послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, вновь в эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем тему социальных сетей в бизнесе и вне его. Напомню, в гостях Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети». Ну что ж, Денис, давай коснемся, два слова мы, по-моему, об этом уже упомянули, но более подробно, если можно, коснемся цензуры в интернете. Эта вещь сейчас актуальна, после известных событий тем более. Ну да, в общем, на самом деле, конечно, все же любят говорить, там, сегодня мы проснулись в другой стране. Для целого ряда интернет-деятелей буквально на днях они проснулись в другой стране, потому что действительно вот этот реестр запрещенных сайтов, который заработал с 1 ноября, уже получил первую, сколько-нибудь, осязаемую жертву. Это сайт lookmore.ru, так довольно известный, что называется в узких кругах, сайт, который собирает различный интернет-жаргон, там много нецензурчины, он работает по принципу Википедии, поэтому не очень понятно, кто его конечный автор. Люди сами добавляют там различные забавные вещи. То есть им просто площадку, да, предоставили, ребят, давайте сливайте все, что можно. Ну да, и там, значит, Иван, там есть такой весь ссор в одной избе. Вот, собственно, по, насколько я понимаю, по заявлению госнарк контроля этот сайт внесли в число запрещенных сайтов, потому что там, видимо, слово марихуана где-то упоминается. Но там, что в этой истории самое забавное, что сами авторы сайта говорят, ребята, а мы, собственно, не знаем, в чем суть претензий-то к нам. Мы, может быть, радостно и удалили бы все эти страшные слова. Ну да, мы за этим не следим. Ну да, 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 просто боюсь, что половину школьной литературы нужно, курса школьной литературы нужно запретить, потому что там тоже много призывов к детскому суициду, значит, к сексу, насилию и пропаганде, значит, наркомании. Вот, я не очень понимаю, как с этим быть. Дело в том, что вот то, что произошло с введением этого реестра, с одной стороны, это прекрасные благие намерения, давайте бороться с детской порнографией, с другой стороны, это, мне кажется, что инструмент как раз для совершенно чудовищной и уродливой цензуры. Понятно, что если какой-то сайт захотят закрыть, его, конечно, закроют. Нет проблемы провести судебное решение. И повода для этого не нужно особо, да? Да, но сейчас всерьез куча людей пишет на этот сайт какие-то нелепые сообщения, например, о том, что признаки чего-то неправомощного найдено на сайте Кремлин.ру, на сайте президента, или еще что-то, и много других важных дядек с этим всем разбираются. И это, конечно, я понимаю, что чиновников у нас много, и всех нужно чем-то занять, но создавать вот такой абсолютно комичный инструмент для того, чтобы люди друг на друга жаловались, потому что я-то уверен, что с Лукмором, в общем-то, все разрешится позитивно, его, скорее всего, откроют, да? Но, как бы, тем не менее, это вот повод людям одним писать жалобы, другим жалобы рассматривать, третьим жалобы отменять, как бы и так далее. И здесь, конечно, вот по сравнению со всем этим безумием, истинные мотивы, да, там, борьба с детской порнографией, не то, о чем все говорят, она, конечно, уходит на второй план. Хотя, честно говоря, я вот, значит, когда мы там для одной уважаемой организации делали исследования по детской порнографии, я вот в агентстве объявил конкурс. Если кто-нибудь с помощью Яндекса найдет хоть один сайт, посвященный детской порнографии, он немедленно получит iPad в подарок. Никто ничего не нашел, потому что если вот ты не знаешь, где искать, ты в жизни не найдешь. А если там негодяй и подонок, который, значит, там подобное видео разглядывает, ну, наверное, у тебя есть и другие инструменты передачи информации, да, и для этого совершенно не нужно использовать публичные сайты. Ну, это так, что касается причины следствия. Ну, исходя из этого, вообще возможна цензура в интернете? Значит, ну, в конечном счете, конечно, цензура возможна, потому что, как мы выясняем, там, я могу ошибаться, ну, по-моему, 80% трафика регулируется всего несколькими провайдерами. Поэтому понятно, если там Ростелеком у большой тройки, там еще там паре крупных провайдеров говорят, значит, отключай этот сайт, то, конечно, его отключишь. Понятно, но есть и другая сторона, обратная сторона медали, кто ищет, всегда найден, да. Есть анонимайзеры, есть различные прокси-решения, когда ты смотришь специальные программки, как бы подменяешь, значит, домен, и оператор не понимает, что ты, значит, заходишь из России, и он тебя пропускает напрямую куда-нибудь дальше в Америку, из Америки, условно говоря, смотришь этот сайт. И здесь, и в этом смысле тоже наши власти делают какие-то первые робкие шаги, стали слышаться голоса о запрещении вот этих программ, да, но здесь, конечно, тогда уже мы оказываемся в немножко странной ситуации, мы оказываемся в ситуации, что у нас в России строится вот этот аналог так называемого великого китайского фаервола, да, когда, собственно, есть там какая-нибудь Жимин-Жибао у тебя, значит, китайский поисковик, что-то еще, и все, значит, а хотим, отключаем Google, хотим, отключаем Facebook. Вот, это, конечно, страшная история, там, по каким-то данным в России, там, по-моему, в России, там, в России 50 баллов набирает в рейтинге интернет-цензуру, там, Китай 82, по-моему, балла, там, Америка, там, Америка 15, если не ошибаюсь, да, там, ну, то есть, чем меньше, тем лучше, да, это не место, это какие-то баллы, да, какие-то условные, ну, то есть, пока мы где-то в середине находимся, да, то есть, у нас вроде бы все относительно свободно, но не свободно, да. Другое дело, что мне кажется, что и существовавшего законодательства, даже образца какого-то 2008 года вполне хватало, чтобы бороться с тем, с которым следует бороться, потому что были процессы против блогеров, блогеры получали совершенно реальные сроки, например, бывший прессистарь Митимера Шамиева, Муртазин получил срок за то, что написал себе в ЖЖ, что там с ним что-то случилось, да, 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 я помню. Ну, и, собственно, можно было ограничиться штрафом или вообще просто а-та-та, но тем не менее человеку дали совершенно конкретный срок. И как бы... Ну, дали для того, чтобы, да, показать, вот смотрите, вот так может быть. Ну, дали, потому что, мне кажется, он личный враг, значит, да. Вот, поэтому, в принципе, если кого-то хотели закрыть физически, или кого-то хотели закрыть, с помощью сайта, сайт «Кавказцентр», по-моему, всегда такой был знаменитый, его уже закрыли. Собственно, для этого не нужно было вводить всего этого. Другое дело, что, мне кажется, сейчас у нас законодатели соревнуются, кто придумывает более глупый закон по борьбе с интернетом. Ну, я думаю, да. В конечном итоге и на так это выглядит. Я думаю, вряд ли они ставят задачу себе глупые создавать, да. Ну, понятно, что они пытаются отличиться, это очевидно. Это очевидно. Так, значит, мы сегодня говорили о том, что, ну, по крайней мере, если говорить о российском рынке, у нас... От тебя я услышал два всего лишь, да, наименования социальных сетей. Это «Одноклассники» и это «ВКонтакте». Я говорю про крупнейшие социальные сети, да. Ну, смотрите, там долгое время были споры, считайте ли блоги социальными сетями. Формально, наверное, да, потому что там тоже люди общаются. Поэтому «Живой журнал», который изначально... Изначально был, конечно, не российским, но сейчас понимают, что это главная российская блог-платформа. И в основном, конечно, его пользователи – это россияне, в первую очередь, да, значит, и он тоже, безусловно, крупный, серьезный игрок. Твиттер, может быть, не столь популярен в количественном соотношении, но зато пользователи Твиттера самые активные, и по количеству контента, создаваемый ими в сутки, они, по-моему, или «Живой журнал» легко обходят. Ну, потому что там человек, может, один пост в день напишет или в неделю, а тут человек 120 твитов в час выдаст. Это именно технологически, да, так выглядит? Да, да, да. Поэтому, в принципе, если говорить про крупнейшие сети, то это, безусловно, российские «Одноклассники» и «ВКонтакте». Если говорить еще про российские сети, ну, это, безусловно, «Живой журнал». Все остальное сильно меньше. И вообще, если говорить о российском интернет-ландшафте, он в этом смысле довольно примитивный. Там, по большому счету, вся аудитория разложится на аудиторию трех сетей, «Одноклассники», «Контакте» и «Фейсбук». Если вам нужны, так называемые, немолодые, непродвинутые, вы идете в «Одноклассники», если вам нужны молодые, вы идете в «Контакт», а если вам нужны продвинутые, вне зависимости от возраста, такие столичные, модные, то вы, видимо, отправляетесь в «Фейсбук». И где-нибудь вы обязательно кого-нибудь довстретите. Это нормально. Ну, и в связи с этим, есть ли возможность для появления вот на этом пространстве, достаточно действительно примитивном и хорошо поделенном, для возникновения еще какой-то социальной сети, причем для того, чтобы она возникла, что нужно? Ну, я не говорю о том, что нужно огромное количество денег, наверное, хотя, может быть, в данной ситуации они не решат ничего. Вот что нужно? Идея какая-то новая, принципиально новое сообщество, хотя я с тобой тоже соглашусь, да, ничего принципиального нового в общении не выдумывают. Есть мальчик, есть девочка, и, наверное, они... Ну, надо понимать, что там, в чем успех «Онаклассник» и «Контакт». Они росли вместе с «Рунетом». То есть люди приходили в интернет, ну, как, собственно, в истории с моей мамой, да, и ее сестрой. Люди приходили в интернет, они находили эти сайты и становились их аудиториями. Сейчас бурный рост замедлился. Сейчас уже нет таких, такого фантастического роста новых пользователей в интернете. Сейчас скорее речь идет о том, что там, ну, просто дети подрастают, а старшее поколение уже... Или все пришло, то, которое хотело прийти, или почти все. Вот, поэтому я не очень понимаю, почему должен появиться еще один игрок. Во-первых, зачем мне помнить еще одну пару логин-пароль, а во-вторых, зачем мне нужно идти в сеть, где у меня нет друзей, если все мои друзья находятся уже в другой сети. Поэтому это как, например, с появлением, не знаю, там, четвертого крупного сотового оператора. Вот сможет ли он появиться, да, когда рынок уже поделен, и когда у 100% пользователей есть симка? Ну, периодически, если вспоминать, там, недавние, прошлые, да, десятилетние, они периодически возникали такие, да, попытки появиться. Но мы говорим о равнозначном, да, чтобы взять и рынок не по 30% поделить, а по 25%. То есть я об этом говорю. Поэтому пока таких предпосылок нет. Но надо понимать, что давать прогнозы о будущем интернета – дело совсем неблагодарное. Скажем, там, пять лет назад была прекрасная сеть MySpace, которая была главной социальной сетью, глобальной, да, про Facebook вообще, по-моему, никто ничего не слышал. Ну и где теперь MySpace? Кто-нибудь сейчас что-то слышал? Хотя откуда она взялась и где она действительно сейчас? Где она сейчас, я не знаю, они, по-моему, сделали ребрендинг довольно симпатичный. Они пытаются быть такой музыкальной социальной сетью для тех, которые интересуются музыкой. Откуда она взялась, я, честно говоря, сейчас не упомню, но вот в 2008 году… Ну это из-за бугра где-то, да? Конечно, конечно, да, да, это большая глобальная социальная сеть. В 2008 году она была номер один, а что такое Facebook, мы только вот могли догадываться. Кстати, вот пример, да, они пытаются переориентироваться, ну, остаться на плаву и пытаются скомпоновать вокруг себя, например, меломанов, да, людей, которые там… Вот с этой точки зрения можно составить конкуренцию вот этим ведущим, так сказать, китам? Ну, если мы говорим о бизнесе, который приносит операционную прибыль, безусловно, да. Как я сказал, Facebook, например, не ориентируется на операционную прибыль, он ориентируется на капитализацию и на стоимость акций. С точки зрения там вот такой нишевой истории, да, безусловно. Я считаю, что в известной степени бизнес-будущее социальных сетей за нишевыми социальными сетями. Вот мы здесь объединяем любителей кошечек, здесь любителей других животных, вот здесь, значит, мы про электронику, а здесь мы про музыку. И здесь, с одной стороны, это социальная сеть, в которую все друг друга знают в лицо, и чужие здесь не ходят, с одной стороны. А с другой стороны, здесь понятнее для рекламодателей вот эта коммуникационная модель, собственно, как ты монетизируешь свою коммуникацию, потому что ты понимаешь, что вся аудитория здесь не случайная. Потому что, когда мы говорим о «Контакте», это, в общем, такая, или в «Фейсбуке», это такая стрельба, в общем, даже не из пушки, а, скорее, системы «Град». Да, кучи, да, кучи. Да, ты покрываешь большую аудиторию, хотя, конечно, социальные сети дали для рекламодателей колоссальную возможность для таргетирования. То есть раньше что мы знали в интернете? Собственно, кто нас видит и откуда нас видит? А сейчас мы знаем и пол, и возраст, и, в общем, даже до подъезда, может, дотаргетироваться было бы желание. Ну, в этом случае бизнесмены, которые выбирают в качестве продвижения своего бизнеса одну из социальных сетей, они все-таки стараются, как ты думаешь? Ну, так же, вот они палят из пушки по воробьям, или они стараются таргетировать? То есть они выбирают себе целевую аудиторию вот с того же «ВКонтакте» и каким-то образом работают с нею? Ну, тут главная проблема вот в чем. В классической коммуникации все, кажется, поняли, что, в общем, вешать билборд и ставить ролик на радио или в телевизор – это, в общем, задача, цель продавать колбасу. А в социальных сетях все еще, по-моему, путаем цели и задачи очень часто. И многие считают, что просто заведя группу и насобирав там тысячу лайков, ты что-то получил. А это всего лишь инструмент. Может быть, у тебя в группе будет 10 лайков, но все эти 10 человек… И никто не купит колбасу. Нет, тут будет 10 лайков, и все 10 купят колбасу. А у тебя будет 10 тысяч лайков, и колбасу купит только один. И то это будет твой бренд-менеджер, потому что надо как-то отчитаться. И поэтому я думаю, что здесь, когда бизнесмены убирают те или иные социальные сети, они пока еще, к сожалению, совершают больше ошибок. Но мне кажется, что интернет-коммуникация и коммуникация в социальных сетях – это как раз тот случай, когда учиться можно только на своих ошибках. Потому что каждый раз опыт уникальный. Они совершают много ошибок именно потому, что дорога еще, поле не паха. Ну вот опять же, арифметики 4 тысячи лет, и мы все знаем, что 2х2 будет 4, да? А пиару, скажем, 100 лет до сих пор появляются люди, которые называют себя гуру пиара. Я думаю, что, в общем, все слушатели, которые слышали нашу передачу, могут смело насчитать себя гуру социал-медиамаркетинга, потому что этому направлению всего 3-4 года. Так что тут все непонятно как. Даже если у них еще нет возможности назвать себя гуру, то они гораздо ближе к этому званию. Но если они не завели страницу в Фейсбуке, пусть заводят называть себя гуру. Ну да, и наверняка будет результат. Это да, это да. Хорошо, уважаемые слушатели, огромное вам спасибо за внимание. Сегодня у нас великолепные беседы. Мне очень понравилось, как минимум, мне. Напомню, в гостях сегодня был Денис Терехов, генеральный директор агентства социальной сети. Мы говорили о бизнесе, об интернете, о преимущественных недостатках, продвижении в социальных сетях, ну и все, что связано с этим и вокруг этого. Спасибо огромное, Денис, за то, что ты пришел ко мне в гости. Спасибо, уважаемые слушатели. Это была программа «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Всего хорошего, успехов в бизнесе.